Окей, всем привет, всем, кто будет слушать записи, и к тому, кто подключился сейчас. Мы начинаем новую главу, тоже как бы спорную и, в общем, неоднозначную, скажем так. Ритм называется «Бикорта микра», по-русски называется «Библейская критика». И посмотрим, как отбивает в кавычках Раф Шерке утверждение библейской критики Те, кто не знают, что такая библейская критика, Раф объяснит это в первых словах. Ну, если так совсем коротко сказать, то, в общем, идея в XIX веке – это некое направление. Честно говоря, забыл, как точно произносится человек. Хаузен что-то такое. Вот, молодец, правильно, посмотрите. Идея – это, как бы, по-видимому, подвергнуть, как бы, исходя из названия критике. Я даже не знаю, честно говоря, он ставит вообще целью именно сделать вывод, что вот я доказал, это не божественно. Не знаю, он находит, играет на том, что он, как бы, используя, насколько я понимаю, инструментарий литературоведения, литературной критики, находит всякие несостыковки, которые сейчас Раф будет объяснять, какого порядка несостыковки в тексте Торы. И из этого делает далеко идущие выводы, которые о том, что, в общем, как минимум, это не один автор, это некоторая эклектика, это, грубо говоря, не то, за что это выдается. Ну, вот если так совсем, коротко сказать, по-моему, я не сильно, как бы, грешу против истины. Ну, а Раф Шельхи, он, в общем, во-первых, с этим соотносится, что само уже по себе, как бы, тоже нетривиально, потому что есть многие, которые, как бы, с этим вообще не соотносятся. Он с этим, да, соотносится, поскольку, как бы, мы уже разбирали вопросы в предыдущих главах, и, как бы, идея такая, что Раф пытается, в общем, дать вопросы людям, как религиозным, так и нерелигиозным, которые ищут ответы в соответствии с теми неоднозначностями, той проблематикой, которую они видят в Торе, в тексте Торы. И Раф, как бы, ну, пытается или объясняет это, привлекая, как бы, аппараты современные, аппарат философии, аппарат, в данном случае, не знаю, анализа литературного текста и так дальше. И, в общем, пытается или доказывает, разрешает эти вопросы. Вот сегодня у нас такой вопрос, который называется библейская критика. Окей. Я могу от себя сказать, что я пробежал немножко вперед, читаю по субботам. Многое из того, что говорит Раф Ширке, ну, я не знаю, если он бы участвовал в нашем диалоге, то я постарался бы ему задать вопросы. Мне, как бы, многое, ну, не очевидно 100% из его доказательств. Но я постараюсь себя сдерживать и не влезать все время, чтобы не получалась такая штука, что я просто вот совсем на баррикаде лез. Окей. А, как бы, дать возможность всем нам понять, прежде всего, что говорит Раф Ширке. Ну, как бы, чтобы все участвовали в диалоге. Окей. Ну, хорошо, давайте начнем. Вот у нас, как бы, первый параграф, который называется псевдомода. Ну, псевдомода, как это слышно из названия, а именно псевдонаука. Окей. Давайте почитаем. Раф пишет, библейская критика – это как будто, ну, вот кивиахоль – это как будто, вот так, как будто научная система, методология для изучения священных текстов. И Раф как спрашивает, а почему я это назвал «как будто». Потому что она основана на таком основном базисном предположении, которое никогда не было доказано, о том, что правительство не может существовать. Ну, вот я не знаю, как вам, на самом деле, я не хочу сейчас прямо же вот с первых, как бы, фраз. Честно говоря, вот эта вот фраза, она меня тоже как-то, она мне не очень понятна. Причем тут, как бы, мы говорим про науку. Причем тут наука и пророчество. Я этого не понимаю. И тем более, как бы, говорить о том, что… Вообще, говорить о каких-то доказательствах, то все становится на каких-то доказательствах. Доказательство – это наука, правильно? Наука что-то такое доказывает. Логически то-се. Пророчество, я не знаю, доказывается тем, что произошло, оно осуществилось или нет, скажем. Но вот как бы по прямому смыслу, да. А как по-другому? Как понять то, что Раф, во-первых, вот, как бы, основывает на том, что библейская критика, она не научна. Почему? Потому что она отрицает пророчество. А при чем тут наука и пророчество? Не знаю. Вам это более понятно, чем мне? Ну как? Библейская критика берет за основу тезис, что пророчество не существует. И потом его доказывает. Но на самом деле Раф хочет сказать, что ты сначала должен доказать, что пророчество не существует. С другой стороны, как бы, ну, это как аксиома, да. То есть вполне законно, да, что они взяли, скажем, некую аксиому и на ней построили некое здание. Но нужно помнить, что это знание, оно построено на недоказанном утверждении. Ну, как, в принципе, я не знаю, там, геометрия. Смотри, мы не читали, ты читал. Я, честно говоря, не читал в оригинале библейскую критику, что там как бы прямо начинается с того, что самый главный постулат мы основываем на том, что пророчество не существует. То есть, грубо говоря, все книги, которые есть перед нами, это книги, которые написаны людьми. Такая идея. И мы будем анализировать. Да. Я забрал уроки библейского иврита у университетского преподавателя, да, светского, нерелигиозного. И вот, как бы, мы там начинаем книгу Ишая, да, и вот. И я говорю, когда была написана эта книга? Он говорит, это известно? Я говорю, он говорит, да, это точно известно. Она написана никак не ранее такого-то века. Я говорю, откуда такие точные данные? Потому что в нем описываются исторические события, которые были в этом веке. Ну, минуточку. Ведь там же как бы пророк описывает, что они будут в будущем. Он говорит, ну, ведь пророчества не существует. Если он точно описывает какие-то события, значит, книга написана после него. Но ведь это противоречит самому сюжету книги, правильно? То есть, получается, наука исходит из тезиса, что пророчества не существует. Потому что это как бы парадигма науки такова. А на самом деле вовсе это не доказано, что пророчества не существует. Я, честно говоря, сейчас просто открыл в Википедию, что такое библейское, может быть, мы раньше сделали. Это дисциплин Иссагогики. Короче говоря, то, что я пробежал буквально глазами, идея в том, что, с одной стороны, это научный анализ текстов, а с другой стороны, в каком-то смысле, это написано историей библейской критики. Столь библейская критика появилась в каком-то богословии. То есть означает, что кто-то пытается отрицать что-то. Но я не думаю, что они отрицали христиане, отрицали пророчество. Они говорили, отрицая Ветхий Завет, они пытались сказать по-видимому, что Новый Завет является истиной. Не знаю, ну, сейчас, секундочку, только отвечу. Оля, слегка, я сейчас не могу, я сейчас урок перезвоню тебе, хорошо? Или напиши? Пока. А, в автобус? Ну, пускай она позвонит мне, пускай позвонит, когда доедет, если это... Окей, давай, 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 дальше я покажу. Как раз та замечательная девушка из этого места, которую я сказал, она-таки, да, доехала и едет в молодую. Окей, короче говоря, ну, давайте будем читать Рава Шерки, может быть, надо было лучше подготовиться, действительно, и прочитать вот то, что здесь написано, история современная, потому что... Если бы читали оригиналы, там, Вильхаузен и прочих, да, мы бы могли бы судить, насколько объективно передал их концепцию Рав Шерки, да? Да, 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 вот именно, понимаешь? На слово Рава Шерки можем опираться. Да, я думаю, что Рав Шерки говорит, то есть, когда он говорит про библейскую критику, он имеет в виду, о том, что по Википедии здесь, он имеет в виду про современную библейскую, здесь написана история современной библейской критики, и он будет говорить Вильхаузен, правильно я говорю? Да, 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 он имеет в виду именно это по видео, окей, и, наверное, все-таки, ну, так я предполагал до настоящего момента, что основное, как бы, направление библейской критики – это доказать небожественность текста и тем самым доказать, не знаю, несуществование пророчества. Ну, окей, поедем дальше, хотя, опять, вот то, что, просто сама постановка вопроса, понимаешь, что это не наука, потому что она отличает пророчество. А пророчество – это наука, как бы, вот это не наука, а это истинная наука, пророчество – это наука, как бы, по-моему, это несовестимая вещь, зачем сравнивать одно с другим? Это я не понял. Окей, ну, давайте прочитаем дальше, будет это более понятно, окей. Из этого, из вот этого положения, положение о том, что невозможно существование пророчества. Исходя из этого, вот мы в Акрыме игра, то есть критики или автор библейской критики, они пришли к заключению, необходимое из этого вытекающему, что Тура, она не с небес. У, должно быть, И, по-видимому, почему У, ну, неважно, по-моему, И должно быть, не знаю, почему У стоит, ну, неважно. Микра, Микра, Писание. А, Микра, да, 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 ну, написано Тура, ну, хорошо, да, наверное, и поэтому, поскольку она не с небес, то есть если с небес, то источник известен, то ранее чего обсуждать. Окей, как далее, так и получаете. Значит, тут, как бы, авторство не обсуждается, авторство очевидно, а все остальное, значит, пытаетесь понять, как бы. А если не с небес, то тогда надо пользоваться нормальными, в скобках, человеческими методами, а именно проверить, когда она была составлена, кем она была составлена, лезет сорок, для чего она восстановлена и так дальше. Вот это, вот это, мне кажется, правильно, вот это, это, по самому вопросу, я понимаю. То есть, я бы тоже разделил. И, кстати говоря, прочитав, вот, прочитав практически, ну, или сколько-то параграфов в этой, вот, в этой главе, я так и остался такого, при своем таком же мнении, что, на мой взгляд, самое правильное, как бы, разделять. Разделять. Либо ты придерживаешься точки А, что это не нашамай. И тогда все вещи, которые трудны для понимания, мы не скажем, не может быть противоречия, не может быть противоречия. Это только мы не понимаем. А если она исторами нашамаем, то, как бы, никаких противоречий нет. Противоречий есть у нас. Для того, чтобы их понять, надо изучать. Окей, для этого есть комментарии, каббала и, как бы, и так дальше. Окей, а если придерживаться другой точки зрения, что она ломена шамаем, что это творение рук человеческих, то надо исследовать тем аппаратом, которым исследует любое литературное, как бы, произведение. Окей, то читаем дальше. Это система, то есть библейская критика, она изучается во многих учреждениях во всем мире и, в особенности, в Израиле. Это, Раф, я думаю, специально почерпит, чтобы, как бы, уесть академическую ударику в Израиле, да. И поэтому следует с этим соотносить. По поводу изучения в Израиле, да, есть сноска интересная. Да. Ну, Рафаев говорит, что, в общем, примечательно, что библейская критика в установлении модели библейской критики или системы библейской критики участвовали евреи. И это не случайно, поскольку это где-то соотносится с тем капитальным вопросом, который задают евреи и израильтяне. Смотрите книгу Шмот, 17 глава, 7 стих. «А еш ашемба кирбейна им эйн». Есть ли Господь в нашей среде, либо нет. И это, по-видимому, как считает Раф, вот занятие евреями библейской критики, как раз это на все тот же вопрос, который их мучает. Есть среди нас Бог, либо нет. Окей? Ну, хочешь, чтобы все примечания прочитать? Да. Хочете, можно все прочитать. «Шейлаши мэватат, сафэк гамур». И это, как бы, сама такая основа вопроса. Она выражает полное сомнение. Полное сомнение в русском языке, конечно, звучит, но, тем не менее, очень сильное сомнение. «Шеба мэят лахартият мисрая», который сразу же возникает после выхода из Египта. «Шадам хава хавая амука бэмюха». Когда человек переживал некоторое очень глубокое переживание, «ахатат гувот шейхулотлый ва церкви туца мэйках и дыхият мура», то одной из реакций, которая может произойти, создастся в ответ на это, это полное отрицание. Полное отрицание этого переживания. То есть, как будто человек белохой не может это объяснить. Я своими словами говорю. Человек не может себе это объяснить. И для того, чтобы снять какое-то психологическое напряжение, связанное с тем, что, одно и с тем, он переживал, известно, объяснить не может. Он пытается себе как бы создать психологическую нишу тем, чтобы говорить, что, по-видимому, ничего не было. «Лэ дувма». Например, «Акхаша тошла, нулда, давка, митней, а травма, аабираши и латиры». Например, отрицание катастрофы произошло, народилось, только именно вследствие той огромной травмы, которую она после себя оставила. Я это тоже не очень понимаю, честно говоря. Просто это чисто фактаж, я не понимаю. Жалко, что нельзя Рава спросить. Обычно мы говорим про «Акхаша тотора», а именно отрицание катастрофы неевреями. Как бы заинтересованными людьми, которые как бы пытаются поставить под сомнение катастрофу и дальше как бы наезжая на Израиль, грубо говоря. Я не слышал такого, чтобы евреи отрицали катастрофу, что ее просто не было. не знаю, трактовать причины, уходить от религии, еще как-то, ну просто чтобы ее отрицали. Я, честно говоря, с таким не встречался. Не знаю. Наоборот, с другой стороны, чтобы не сравнивать, но тем не менее, на Синайской горе события были настолько важны и существенны, и влияние Синайского откровения, получить дарование Торы и так дальше, влияние было настолько сильное и оставило настолько запечатлевшийся след в коллективной душе евреев, что не стоит удивляться, что есть те, которые отрицают это откровение. Не знаю, опять, я бы хотел к вам апеллировать. Мне вот Раф зачастую пользуется такой штукой, что он, с одной стороны, как бы логически объясняет, а с другой стороны, по-видимому, когда у него, не знаю, нету как бы сильной аргументации, то он приводит, как бы, ну, вот, аргументацию от противоположного, что такое сильное явление, то пытаются забыть. Почему евреи, как бы, и сиреев, атеисты, и отрицатели, как бы, дарования Торы? Ну, потому что это произвело на них такое сильное впечатление, что они, как бы, это и забыли. Не знаю, мне это, честно говоря, не очень убедит. Это все я один раз повторю, не буду это много раз повторить. Сам Раф в какой-то лекции, в последних уроках по Мурену Химу, в качестве доказательства, в кавычках, говорил, да, когда говорят, ну, как бы, очевидно, что про отец Яков, он ходил, у него на голове была кипа. И это видно из текста Торы. Когда удивленные слушатели говорят, ну, а где же ты видел, вроде нигде не написано. Трагедренно, как написано, в Иеце Яков менее харам. А Яков вышел из харама. Тогда тот, кто доказывает, говорит, ну, что в Мурте себе представят, что про отец Яков выходит из какого-то места, и у него непокрытая голова, конечно, он был в кипе. Ну, вот это вот такие доказательства. Здесь как бы то же самое. Не знаю, меня это не очень убеждает. Может быть, как бы вас больше. Не знаю. Окей, читаем дальше. Хорошо. До этого места есть какие-то вопросы, соображения? Ну, здесь, мне кажется, Раф пытается объяснить, почему люди занимаются еврейской критикой. И тогда нужно понять, что есть евреи, которые занимаются, есть неевреи. То есть неевреи, которые занимаются, можно понять, потому что у них нет традиции от отцов, отцов, да, которые стояли у горы Синай, да, и передавали это своим детям. И тогда они берут просто текст как текст, начинают его анализировать какими-то литературо-ветческими или научными другими методами, да, и приходят к выводу, ну, к выводам каким-то, я не знаю, о его литературных авторах и так далее, да, в которых нет места пророчеству, потому что у них изначально нет самого понятия пророчества, потому что они не евреи, и они в нем не участвуют. А с другой стороны, почему евреи этим занимаются, и Раф хочет сказать, что это продолжение вот того, как бы, глубинного вопроса, есть ли Хашем среди нас или нет, да, который, в свою очередь, является психологической реакцией на вот это шоковое переживание стояния у горы Синай, да, когда свойственность человеку какие-то болезненные переживания вытеснять, что этого не было, да, это нам показалось, или еще как-то по-другому. Да, но смотри, я не могу не удержаться, смотри, как бы, по логике. Вот в предыдущей, как бы, главе нам вообще Раф очень интересно и, как бы, нестандартно объяснял, что вообще все дарование то расстояние у Синайской горы, это в каком-то смысле проистекало из-за недоверия евреев к Моше, правильно? Вот. И они требовали вещественных доказательств. Да и дальше. Вещественное доказательство произошло в виде, что они слышали и даже видели голос, видели голос, с которым разговаривает Всевышний. И Всевышний говорит, Моше, они поверят в меня, да, и в тебя тоже поверят. Теперь дальше. Моше прошел с ним, предположим, с пророчеством и стал им пророчествовать. Они не приняли, они не, евреи не принадлежали к теологической школе или вообще к школе бюджетской, они просто не поверили ему, правильно? Они требовали доказательств. И как бы Всевышний пошел, и с такими рассказами у них на поводу, он сказал, хорошо, придут доказательства. Они в живьем меня почувствуют, правильно? Но это не пророчество. И тогда мы возвращаемся, что такое пророчество. По прямому смыслу пророчество – это когда кто-то от своего имени произносит Слово Божье. Проверить, говорит он правильно. Это передача пророчества. А само пророчество – это когда Бог говорит с человеком. Человек слышит голос Всевышнего. Но Бог не называется пророком? Нет, Бог – это тот, кто говорит, а пророк – тот, кто слышит эту речь. И передает. И передает. И передает. Ну, правильно. На Синайском откровении не надо было пророчества. То есть народ не поверил в пророчество. Они потребовали живьем, чтобы разговаривал Всевышний. Ну, хорошо. А чем это отличается от теологической школы, вот этой школы библиотеки в критике? Они тоже не верят в пророчество. Но только разница в том, что там, там, для доказательств, ему надо было сказать. Может, я мог сказать Всевышнему? Слушай, они мне не верят. Они требуют, чтобы ты появился. А здесь этого сделать невозможно. И так это проистекает уже со временем дарования Торы. Правильно? Потому что некому сказать Богу, что они мне не верят. Сейчас, секунду. Как? Ну, то есть тогда у нас был Моше, который, в общем, мнение народа, передал Богу и сказал, они мне не верят, докажи. И Бог сказал. А тут продолжается та же тема неверия, но нет никакого пророка, который… Правильно. 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 Вот, да, вот это вот, по-моему, штука. И тогда появляются такие замечательные люди, как Равшерки, которые пытаются, как бы, пойти на поле игры, скажем, какого-то наука или наукообразия, ну, что-то типа такого, да, и начать, как бы, играть на том поле, пытаться теми способами отбыть и доказать. Но в тех случаях, когда он чувствует, что он, как бы, больше нет тахмошет, больше нет, как бы, боеприпасов, да, он говорит некоторые утверждения, которые, ну, грубо говоря, научными не являются. Как было самое первое, на мой взгляд, то, что они не признают пророчество, говорит о том, что это псевдонаука. Причем, вот этой фразой, я, действительно, она мне на голову ставит. Я просто понять не могу. Причем это отрицание пророчества и псевдонаука? Не понимаю. Нет, просто настоящий ученый, он должен, я не знаю, как бы, быть предельно объективным, да, что если ты считаешь, что нет пророчества, если ты считаешь, что это сочинили люди, да, то ты должен доказать это, да, с чего ты взял там, что нет пророчества. Вот они пытаются это доказывать. Ну, вот они пытаются это доказывать. Ну, вот они это пытаются доказывать. Тем, что якобы есть многоавторство, тем, что это эклектика, тем, что повтор и все. Вот они всем этим и доказывают. То есть, понимаешь, я сейчас Халила не говорю, кто прав, кто виноват. В наших случаях мы понимаем, кто прав, да? Я просто хочу понять, как бы, методологию. В чем их обвинять? Они пользуются методами, методом литературной критики, методом литературного анализа, да? И с их точки зрения они поступают. Я эту книгу, я не понимаю, что их можно отбивать. Самый главный отбив такой, ребят, эта книга вообще не имеет отношения к человеческой литературе. На мой взгляд, это единственный их самый главный отбив, понимаешь? Но пытаться с ними сражаться на их поле и обвинять их, что это псевдонаука. Не понимаю этого. Ну, хорошо, оставим это. Я буду повторять по-другому. Можно пару предложений? Когда вы говорили о том, что евреи не верили Моисею, и сравнивать эти времена, когда кто-то говорит, что не верит пророку или Богу, это, наверное, совсем-совсем нельзя сравнивать. Пророки, когда были в Египте, я верю, что они видели там много всяких чудес, и они думали, что и Моисей тоже фокусы делает. Поэтому они хотели, ну, чтобы убедиться, что это все-таки не Моисей, а кто-то другой, ну, Бог. Согласен, это правильно. А здесь совсем эти люди, которые критикуют, да, или там ученые, или неважно кто, они, уже у них позиция неверующая, они заняли позицию неверующего. То есть они никак не живут в времена, когда вокруг одни чудеса происходят. То есть сейчас время, когда совсем никаких чудес нет. Поэтому они уже вообще с другой точки выходят, когда они уже, ну, говорят, ну, вот, там, какие-то пророки, что-то такое. Это как мистика для них. Это для них как сказки. Но они должны делать работу. То есть они ученые, да, они зарабатывают на этом. Ну, вот он зарабатывает на том, что критикует Библию, да, критикует Слово. И нужно же как-то сочинить текст и взять этот текст и, ну, расследовать, разбирать по частям его. Ну, вот такое у меня, такое замечание. Смотрите, тот же, опять же, сам Раф Шерки, мы сейчас дальше до этого места, надеюсь, дойдем. Он как бы говорит, жалко, что нами нет Михаила Симоновича, это ее конек, грубо говоря, да, о том, что Раф Брояр. Он как бы подошел немножко по-другому. Он вместо того, чтобы доказывать, что это псевдонаука, он, наоборот, отнесся к этому как бы позитивно. Он взял, я не знаю, все их аргументации, либо главные их аргументации, и он на них построил свой комментарий. То есть, например, почему есть два рассказа там об одном и том же? Два рассказа о сотворении мира. Ну, потому что одно с одной стороны, другое, одно показывает такую божественную точку. А я сейчас, как бы, он пытался, он не говорил, что это псевдо. Не псевдо, более того, он на этом построил. Если это псевдо, на этом построить ничего нельзя. Сам Раф говорит про методику Рафа Брояра, правильно? Поэтому я не очень понимаю, как бы, у меня вот это вот, с самого начала, этот выстрел, он действительно, он мне непонятен. Ну, хорошо, давайте прочитать. Хотя я тоже Саулю сказал, я принимаю о том, что, насколько я понял, что Саулю сказал, что идея в том, что, как бы, каждый текст соответствует, обращен на свою аудиторию, правильно? Аудитория, которая была у Синайской горы, да, которая вышла из Египта, видела все чудеса, и пятое, и десятое, это не аудитория 19 века, которую рассматривает автор библейской критики, или аудитория 20-го, либо 21-го века, как мы. Все правильно. Это тоже один из вопросов, на самом деле. Это тоже один из вопросов о том, что к кому обращена Тора, как бы, традиция говорит, утверждает, считает о том, что Тора вечна на все времена, если она релевантна для всех, как она бы релевантна для поколения, которые вышли из Египта, она точно так же релеванна для нас. Что совершенно невозможно себе предположить для любого литературного произведения, которое, если оно пишется автором, оно, как бы, адресовано на следующую аудиторию, аудиторию своих современников. Ну, хорошо, почитаем дальше, да. Вот такое направление, которое распространено в обществе, это связать библейскую критику с научным анализом текста. Ну, вот с иудайкой, так бы я сказал. То есть, вот сейчас, мне кажется, Раф попытается, как бы, развести, почему? Потому что, назвав библейскую критику псевдонауку, он ее хочет отделить от иудаики, а именно изучения лимут мадая Тора. Лимут мадая – дословный перевод такой – это научное изучение библейского текста. Хочет разделить, по-видимому, считая второе наукой, а первое считая псевдонаукой. Несмотря на то, что речь идет о двух областях, которые отделяются одна от другой. Вот, может быть, тут же будет ответ на наши вопросы или на мои, во всяком случае. В ответ на библейскую критику. Изучение научное священных текстов, или текста Торы, это само по себе вещь плодотворная, либо благословенная. Речь идет о использовании научного инструментария для того, чтобы прояснить Слово Божье, нисходящее к нам. Ну, вот это практически дословный перевод. То есть, есть никаких проблем в том, чтобы использовать научный инструментарий для анализа писания Слова Божьего? Окей. Хотя, опять, я просто из того, что я знаю. Я сталкивался с людьми на кафедрах иудаике. Они в своем подавляющем большинстве совершенно нервизионные люди. То есть, они про два Рошем, там такой терминологии нет. Нету. А где вы видите вот таких людей, которые будут использовать научные способы для того, чтобы прояснить нам Слово Божье? Слово Божье нам кто проясняет? Равины, правильно? Комментаторы, равины и так дальше. Кахамин. Они пользуются научной методикой? Вот Рав Бройер как раз взял один из методов библейской критики и сделал его еще одним способом толкования Тора. И из этого вывел много смыслов важных для понимания именно Слова Божьего. Окей. Окей. Например, Тора описывает Ман, то, что называется Манну Небесную, которую ели израильтяне в пустыне, в следующих словах. А он, имеется в виду Манн, либо Манна, да, похоже на вид, как семя... Кориандр. Кого-кого? Кориандр. Ну да, я с ним не знаком, но раз ты сказал... Переводится у нас, семя кориандровая. Окей. А на вкус как цапихат, как там дальше? Можешь что-то? Да. Да, что-то такое в меде. Ну, медовая лепешка, да. На самом деле мы не знаем ни гад, ни цапихит, да, то есть мы предполагаем, ну, я читал, да, что обычный перевод, как кориандр и лепешка. На самом деле, то есть и не факт, да, в современном языке вот эти слова не такие распространенные. Да. Ну, типа корфлексы, которые с медовым привкусом, скажем так. Окей. Читаем дальше. Ма пиру шамелин. Вот Рафшек расспрашивает. Ма пиру шамелин. Гад. Гад – это вообще ягненок. Это гад, это баран, ягненок, вот что-то типа этого, правильно? Ну, где это козленок? Что-что? Козленок, да. Как ты сказал, кориандр или что-то такое? Вообще, что-то я не слышал про такого животного. Это растения, кориандра. А, растения. Специи такие. А, окей, окей. Зерокат, семя кориандра. А, в цапихе тоже непонятно, что это такое. Что-то типа хлопья. А что это такое, непонятно. Нитан, лада, адзот, альедей, ашваал, и сифрута, кнаанит. Тогда можно понять значение этих смыслов, сравнивая вот эти слова, эти выражения с кнаанейской литературой. И тогда, значит, проводя такой, как бы, анализ, сопоставления, мы можем, как бы, получить какую-то информацию, или сделать выводы, которые приблизят нас к пониманию этого стиха. Абхинама да и челя танах им кен и нена бикорта микра. И поэтому проверка научная танаха, как следует из того, что мы сказали, это не библейская птица. Вам это очевидно? Ну да. Он хочет разделить, да, что либо... Ну, одно дело изучать научными методами текст писания. Да, мы не знаем, что такое гад, давайте сравним там канонитской литературой и так далее. Да, и узнаем, и это, как бы, нам поможет понять. Вот. А библейская критика – это конкретное научное учение, да, оно так называется, которое исходит из некого постулата, да, который они не доказывают. А Раф Шерки хочет сказать, что настоящий объективный ученый, да, он должен одинаково относиться как к утверждению, что пророчество существует, так и к утверждению, что пророчество не существует. Я дико извиняюсь, но как бы вот не потому, что я упираюсь. У меня такое ощущение, опять, я не являюсь настоящим ученым, но может, кто-то из вас. Правильно было сказать, вот такого личности, когда называется настоящий ученый. Настоящий ученый вообще не занимается пророчеством. Наука, насколько я понимаю, в самом простом ее понимании, это тоже доказывается эмпирически. Пророчество эмпирически не доказывается. Зачем Раф Шерки все время смешивает, пытается нам, как бы, не знаю, обелить, либо выставить, то есть, с одной стороны, сказать, что вот наука – это хорошо. Но вот библейская критика – это плохая наука. А вот мы за хорошую науку. А кто такая хорошая наука? А это, которая проясняет Слово Божье. Но настоящий ученый, наверное, не ставит на собой целью прояснять Слово Божье. Этим занимаются богословы, а не ученые. Ученые не занимаются проясняем Слово Божье. Он занимается эмпирическими вещами. Вот мне кажется, как-то очень странно, что, казалось бы, на мой взгляд, такие даже мне очевидные вещи, мне кажется, вы согласны с тем, что я сказал, по-моему, это просто как бы шито, что Раф Шерки, Раф Шерки, он все время старательно как бы обходит, либо наоборот, старается обойти это и как бы все время употребить Слово Научное, но в хорошем смысле слова. А хорошее смыслы слова – это то, которое выясняет два Рашера. Но это не имеет отношения к науке. Ну, хорошо, будем читать дальше. Да? Да. Знаю? Ну, да, сейчас, в общем, Раф Шерки нам объяснит первых основателей библейской критики, и мы поймем, как это все начиналось. Итого, то считаем возникновение этого учения, учения библейской критики. А решен ше-гэ-ла-эт-гарайон Шель Бекори, там, экран. Первый, кому пришла идея библейской критики, Бетсу Рашид Атин, в такой, как бы, методологической форме. А я философ Барок Шпиноза. Был философ Барок Шпиноза. То есть первый, кто начал этим заниматься. Бесси Фрома, Амар, теология Маденин. В своей книге, ну, как-то, теологический, государственный трактат, как-то так, наверное? Да. Шпиноза-та, аншэ-га-тура, лоним сэрали, мошэ-рабэйну, мина-шамайен, эла, уркэ-вамимис пармэ-ку-род, ведрод, мэухарим, йотэр. В своей этой книге Шпиноза утверждал, что Тора не была передана мошэ-рабэйну с небес, но была составлена из ряда источников, более поздних поколений. Тааназо, пудха, ле-ахар, микэн, аль-едэй, царфати, протестанти, бешэм, астрюк. Это утверждение позже, после этого было развито французам, протестантам, которого звали астрюк. Вэгигиа лецурата га мэгу бэшет бисфараф шэль га теолога германии Вильхаузен. То есть, и пришло к своей такой конечной сформулированной форме в книгах германского теолога Вильхаузена. Ле-мут бекорет амикрабэдэрэх, лаль, мит басэс, аль шэтато, шэль Вильхаузен. Учение, то есть, само изучение библейской критики обычно основывается на методике Вильхаузена. Лемрот, шэ, каймот, шитот, нософот. Несмотря на то, что существуют и другие техники, другие методики. Итак, мы узнали, что первый, кто вот этот тезис сформулировал, что Тора не с небес, но составленный из разных источников в более поздние поколения, это был Шпинос. А потом это были два протестанта, как я понял, один француз, друг германский, которые, в общем-то, как бы анализировали текст писания литературными методами. Но как бы о том, что ставили ли они во главу угла тезис о том, что это не с небес и пытались его доказать, мы не знаем. Потому что мы не читали их. Но Раф Шерке говорит, что как бы так это было. Первый из них был еврей Шпиноса. Другие были протестантами. Да, но вот здесь вот в этом параллельно глазами в Википедии. В Википедии написана такая штука, ну, Бенедикт, Сабаба, Бенедикт Спинопа про ее сомнения Моисеева авторства в этой книге. Это похоже на то, что выигравшие. Первым такие сомнения высказал Авраам и Бенезра. Авраам, не знаю, прямо так про это пишет, жив в на рубеже 6-го, 17-го, 6-го слеха, а нет, 11-го слеха. Спиноза развил его идею и применил подобную критику с целью выяснения авторства другим книгам Библии в богословско-политическом трактате. Ну, это да, Раф Шекцком тоже про это потом будет его упоминять. Я слышал только, что Раф Авраам и Бенезра сказал, что вот эти слова, которые последние книги дворим, они были написаны потом, не самим, а другим сочинителем писания. Смотри, вот тут написано, что Барух Сминоза поставил как бы критики тоже исторический факт существования как бы исхода. Ну, и тот же Раф Шерки, тот же Раф Шерки, опять же, вот в статье, которая предшествовала, ну, как бы ты или мы, мы помним, как там это как бы отбивалось? Как можно, с одной стороны, не существует археологических доказаний, доказательств того, что был выход евреев из Един. Есть таких доказаний, нет. Ну, хорошо, значит, наука считает, что выхода не было, что нет никаких доказательств. А такое, как бы, эпохальное явление, должно было быть, должно быть какие-то следы, если следов нет, значит, его нету. Так как это доказывается? Ну, доказывается, как бы, не научным способом, говорить, что если народ соблюдает, помнит, каждый год это, это доказательство того, что оно было. Это научное доказательство? Наверное, нет. Помнишь, опять же, в предыдущей статье было доказательство о том, что приходит мальчик в Мяша-Арим и говорит, да, вот встретил Япон, встретил этого. Окей, ему говорят, то, что происходит каждый день, скорее всего соврал. Если он говорит такое, что уму не признает, значит, скорее всего нет. Это научный метод, это научное доказательство? Не знаю, мне кажется, что нет. Мне кажется, что это не научный инструментарий. Окей? Или когда, например, с другой стороны, когда Раф говорил, пытался, да, ну вот примирить, как бы, теорию эволюции или использовать теорию эволюции, да, вот, в хороших целях. И говорил, что вот мудрецы, как никакого противоречия нет, почему мудрецы, кабалы. Они тоже говорили, что нельзя понимать шесть дней, неправильно понимать, шесть дней творения. Что это те самые дни, 24 часа, которые мы считаем. Да? А что речь идет о постепенном, что это периоды, и каждый день это гораздо больше и так дальше. С этого, ну, тогда это, как бы, это недословное понимание текста, значит, речь идет не про шесть дней. Потом возникает вопрос, у меня, например, возник вопрос, если речь идет о том, что можно понимать, что это не дни, а что это эпохи, а какой тогда смысл в том, что соблюдают седьмой день? Седьмой день именно потому, что это было именно на седьмой день. Если не было на седьмой день именно дни, которые дни есть, как у нас, то какой смысл соблюдения субботы про разглашение, свидетельство о том, что мир сотворен в шесть дней, седьмой день отдыхал, если речь идет о куфу. Непонятно. Я так и остался со знаком вопроса. Ну, хорошо. Будем читать дальше. Я просто хотел сказать опять два слова, если можно. Да, конечно. Вот вы, Натан, говорили там про шеи дни, про празднование и все остальное. Опять же, вот про этого мальчика, ну, это да, не научное доказательство, но это эмпирическое доказательство. И эмпирическое, то есть по уму понимаешь, что если он говорит такие вещи, значит, он, наверное, встретил этих людей. Опять же, если говорит про... Я думаю, что, чтобы понять все предложение, нужно начать с буквы А. То есть словарь начинается, да? еврейский. То есть, опять же, возвращаемся к началу. Да, да. Если я, если я, то есть, то, что происходит вокруг меня, это, ну, практически можно жить как неверующий. То есть, если найти что-то такое, да, я должен быть заинтересован. К чему я клоню? То есть, сама, ну, сам люди, которые, например, не заинтересованы найти правду, да? То есть, сейчас наши, наши века, ну, наука развивалась там с 15-16 века, то есть, сейчас она так развилась, что у нее там очень, очень все комплектно. у нас даже говорят, что философ есть, который ищет, но философии, если перевести с греческого, это значит поиск правды, ну, вот так бы, если так дословно. То есть, если философ, много философов, но если он просто философ, о чем-то говорит, то есть, это ни к чему не приводит практически, это вокруг до околохождения. А если человек ищет правды, да, ну, вот тогда, вот мое такое замечание, да, тогда можно как-то идти дальше. То есть, буква А, то есть, начало, если человек, ну, наука, она тоже, но я не знаю, надо, наверное, читать дальше там, Рафшерки, наверное, может что-то объяснить еще побольше. Мне кажется, вот эта вот, мне кажется, вот эта вот фраза, она мне запомнит, что Рафшерки говорит, неправильное понимание слова эмуна. Если переводить, перекладывать на русский, мне кажется, я правильно понимаю то, что говорил там Рафшерки, это, что означает верить? Это принимать на веру, принимать на веру в скобках, то есть, принимать недоказуемое, либо принимать как верное. Вот это два понимания слова веры. Да. Мне кажется, это отражает то, что говорит Рафшерки. Он еще говорит, Рафшерки говорит, что неправильность понимать слово эмуна, в элаамин, как принимать на веру, в смысле, что без доказательств. Ему это мешает, что это нельзя доказать. Он идет по Рамбаму. Он говорит, я вам сейчас докажу. Вот те, кто отрицает, это лженаука, это псевд, а я вам сейчас докажу, что это правда. Он считает, что это не принимать на веру. Считает, что принимать как верное, как истинное. Но вот это, мне кажется, в одной этой фразе есть весь спектр. Принимать на веру либо принимать как верное. Окей? Ну да. Ну хорошо, почитаем дальше. Сейчас нам Рафшерги опишут краткое учение Вильгаузена. Ну да. Вильгаузен утверждал, что существует пять разных источников Торы. Редактор, которые были объединены руками редактора. Да, главного редактора. Очень понятное слово, да. Это был тот вывод, к которому он пришел, то есть Вильгаузен. После того, как он исследовал Писание, и нашел в нем пять различных стилей. Для догма, например, автор иногда называет Бога именем Элогим. А иногда именем Гавая. Маскана, Ешмя Хабершигу Элогисти. Вывод, что есть автор, который, ну, он условно его назвал Элогист. В Ешмя Хабершигу Хабаисти. А есть второй автор, который называется Хабаист. Это вот как раз терминология, которую я не знаю, когда там я начинал тоже изучать, брал какие-то научные писания по Библии, да, вот эти были вот именно эти терминологии. Элогист, аваист, да, терминология изобретена вот Вильгаузена. Это она то, шель Вильгаузен о рэхми краи, согласно утверждению Вильгаузена, редактор писания Шехай Ляхарит Пашту Таймуна Гаммануты Исраэль, который жил после того, как монотеистическая вера распространилась в Израиле, Ихэд Эшне Хашимот Лешэм Эхад. Он объединил эти два имени в одно имя, Ашэм Элогим. Господь Бог, то, что переводится в синодальном переводе. Смысл такой, мы находим большие куски писания, в котором Бог называется Элогим, да, только. И другие тоже большие куски писания, в котором Бог называется Хавая, да, или Хашем. Ну, и вот исследователь говорит, окей, значит, это два разных Бога, да, Хас Вахалила. А потом, когда он называется Хашем Элогим, да, Господь Бог, он говорит, ну, наверное, потом они пришли к монотеизму, и объединили вот это имя. То есть это уже третий стиль. Макорну Савху, а Макора Когани. Следующий источник, это источник священнический, источник Коганический, а не Кра, Ка. Да, он все эти источники еще называет там источник А, источник И, источник Ка, да, Ка. Лекоганим, гайта, тора, мишелагем. У коинов, у священнослужителей, была своя Тора, Шаска, бекар, бепульхан, которая занималась в основном культом, да, то есть служением, ритуалом, то, что называется жертвоприношением, храмом служением, Валахэн Ашара ги га текстим шэмитарим эт абуда та курбанод нихтеву альгидэй га куаним. И поэтому, Ашара забыл, что это такое. И поэтому оценка или предположение в том, что тексты описывают работу жертвоприношений, а все, что тексты, которые описывают жертвоприношения, они написаны самими куаним. Да. Кмохэн рэшумот мангилийот кэгон мэгилот мангилийот Как вот это перевести? Административные, административные, административные записи. Что-то типа этого. Административные записи. А, рэшумот мангилийот. Но, я думаю, что это куски текстов, в которых описываются родословные. Этот породил этого, это произошло, а этого, это было этого, когда объясняется как будто это, да, династия, как угодно. Есть большие там отрывки писания, в котором идут вот чисто родословные. Там этот породил этого. Мифкадим, это вот пересчеты по численности населения. Рэшимот списки городов и переходов по пустыне. мэйухасим, мэйухасим, лэмакора, когани, мэтох, анахаши, акуаним, хаю, пкидим, формалистам. То есть, вот это все также относится к коэнскому источнику, исходя из положения, что коэны были вот такими чиновниками, чиновниками, бюрократами, формалистами, которые вот... Они делали подробное описание, что принесено, кому принесено, кто принес, кто кому приходится, куда перешли. Они вели такой седр-ьем, записывали все, что происходило, писательные были. Летопись, да, они вели летопись, вот летопись, летопись того, что касалось как бы сферы их деятельности. Здесь вообще как бы текст, который не похож на какой-то литературный текст, а именно вот какой-то такой опись, протокол, да, макора хамишиу сэфер дворим. И пятый источник это книга дворим. О, далят, да, он ее назвал далят, или ди. Элав, маяхасим, гамет, сэфер, ешаягу. К нему относятся также книга пророка ешаягу. Почему-то. Может быть, егушуа, вроде как, нелогично, совершенно разный стиль ешаягу и дворим. Вот егушуа, да, я много слышал, что это вообще-то написано и шаяга. Похожий стиль. Да, возможно, это опечатка. Да, не знаю. Ну да, слишком разные стили, и шаягу, и дворим. А вот егушуа, который прямо идет следом, очень похожий. Может быть, да. Бесефир дворим каймим шенуим магутиим бе-тохин ве-сигнон бе-я-хас-ли-шар аху-машим. В книге дворим присутствуют сущностные изменения в содержании и в стиле относительно других книг пятикнижия. кэгон гаймуна ше айлога уэхад. Например, вера в то, что Бог един. То есть, получается, что в первых четырех книгах мы не находим утверждение, что Бог един. Если вот, ну, Вилгаузен, видимо, не нашел. Анахата и сот шель Вилгаузен гайта ше га и в рим бет ку-пат муше рабэйну кэмину бэйлим рабим. Утверждение в общем основное лежащее в основе утверждение Вилгаузена состоит в том, что в период муше рабэйну евреи верили в многих богов. Для мротше эйн леках зэхир бэ Тора несмотря на то, что об этом нет упоминаний в Торе. Валахэн ешли хасид шэмише катав эт хумаш дворим и поэтому можно сделать вывод, что тот, кто написал книгу дворим хай бет хуфа мэухэрет бэгарбэ он жил намного более позднюю эпоху. Хамэшет амэкорот алалу эти пять источников хамэсуманим бэутийот который в общем он назвал буквами ют алиф ют алиф каф ведалит нээрху алиэдэй хаорэх шэль Тора в общем эти пять источников были собраны редактором Тора хамэсуманбэ от Рэйш и он назвал буквой Рэйш буквой Р то есть редактор так здесь да нам коротко Рафшэрки описал концепцию Вильхаузена локашэли за год это шэхиют ха елбутит кимат шээшбэ шэта зу нетрудно увидеть поверхностность почти детскую в этой методике вот у меня точно такое же было ощущение когда я все это прочитал что если вот так называют значит это один писал если так то это другой и вот как раз в следующем предложении Рафшэрки так и сказал что совершенно какая-то наивная мысль что как будто один человек не может писать разными стилями Вильхаузен нефгаш им текст шэмэхиль стирот не меет Вильхаузен встретился с текстом который включает в себя внутренние противоречия и вместо того чтобы попытаться понять намерение которое стоит за этим он избавил себя от этого по причине мысленной лени ки мэдубар бэ мэхабрим шоним то есть Рафшэрки хочет сказать что чисто исходя из некой лени Вильхаузен объяснил вот эти внутренние противоречия текста разными авторами можно таким же образом учить Рамбама В книге Мурэна Вухим путеводитель растерянных стиль писания и идеи кажутся отличными от стиля и идеи книги Мишне Тура Кмохэнбэ Сэфир Мишне Тура Ацмо Еш Сирот Мимаком Лимаком и также в самой книге Мишне Тура есть противоречия одного вместо другим Эвшар Бэкалут Лума Шэмэдубар Бэмахабрим Шоним Вэлитон Шэмэшэкатавэ Мурэна Вухим Локатавэ Илхот Ацфила Можно с легкостью сказать что здесь речь идет о разных авторах и утверждать что тот кто написал Мурэна Вухим он не писал законы молитвы Мишне Тура Вэхимэшэкатавэ Илхот Ацфила Локатавэ Илхот Амлахим А тот кто написал законы молитвы он не писал законов царей это два раздела Мишне Тура Ракшэээшбая и кронит Бэгээсбэ Разэ но есть принципиальная проблема в этом объяснении Но есть принципиальная проблема потому что мы знаем как подтвержденный исторический факт что Рамбам это тот кто написал обе этих книги от начала и до конца Хочу такую вещь такую сказать если представить ситуацию что есть один и тот же физически один и тот же человек то есть доказано физически это один и тот же человек которого зовут Аллов и этот Аллов на протяжении своей жизни он резко меняет свое мировоззрение в начале юности он пишет резко антирелигиозную вещь предположим совершенно а в зрелые годы он пишет наоборот совершенно теологическую вещь либо можете наоборот это не важно физически мы знаем что это один человек но с точки зрения автора он выступает как все равно две различные личности между которыми нет никакой связи поэтому в данном случае в данном случае мне кажется менее важно что речь идет об одном физическом то есть одна рука это писала идет о том что у человека мысли которого направляли они как будто принадлежат двум различным людям я совершенно не специалист по рамбаму просто исходя из технологии которые пишут Рапшенко можно предположить да рамбам либо кто-то другой который пишет столь отличные не только даже по стилю а столь отличные по содержанию не знаю по мировоззрению то можно предположить что даже если это один человек но это как будто пишут разные люди потому что один человек что значит человек человек который не знаю с одним и тем же отпечатком пальцев с одним и тем же кодом ДНК что такое один человек либо это человек в том смысле что человек который мыслит каким-то образом Андрей Альбин сегодня и Андрей Альбин 20 лет назад с одной стороны тот же самый человек возьмет отпечатки пальцев все что как бы не знаю халил на допрос. Скажет один и тот же человек, возьмут ДНК и скажет один и тот же человек. А если посмотреть, например, по его мыслям, это будут все на разные люди. Вопрос. Мы имеем дело с одним человеком и с разными людьми. Физически с одним. А по-настоящему с разными людьми. Поэтому я тоже не очень понимаю это доказательство, честно говоря. Просто не понимаю. Ну да. Тут речь идет о том, что оно как бы совсем детское, детское и наивное. Возьмем собрание сочинений писателя Толстого или Горького. Не Толстого, скажем, Пушкина, который писал стихи, прозу, писал письма, какие-то записки. Все это собрано в одном собрании сочинений. Потом разные стили, скажем. Разные люди писали. Один поэт, другой прозаик. Третий вообще там писал какие-то записки. Смотри, я думаю, что те, которые как бы, ну скажем, не знаю, пушкинисты, либо человек, который занимается литературным анализом, они анализируют, насколько эти стили отличаются друг от друга. То есть сколько в них есть общего знаменателя, что можно сказать, да, есть некоторый общий стиль, который мы называем пушкинским стилем литературы. Это образ мышления, образ писания. Либо-либо есть какие-то вещи, которые говорят, нет. Но это же, наверное, распространенная вещь, когда спорят литературу о ведах. Говорят, нет, это не принадлежит Перу Аллов. Почему? А дальше идет перечисление, по каким признакам они считают, что это не принадлежит Перу. Вот этот самый Бельдаузен, он взял какие-то параметры и сказал, что вот по этим параметрам я вижу, что есть разные источники. Но опять, если бы Равчак сейчас сказал, параметры, которые взял литературы для того, чтобы обосновать свою идею, это неправильные параметры. Параметры должны быть другие. Тогда я бы сказал, пожалуйста, какие параметры? Он бы сказал, их объединяет гораздо больше, чем их разъединяет. А он делает общий накат, мне кажется, наезд. Он говорит, в принципе, звучит по-детски. А что тут детского? Любой литературовиде, насколько я понимаю, но именно это самое анализирует. Можно только сказать, что пункты, по которым производит анализ ученый Аллаф, это пункты неверные, потому что они не являются характерны для этого писателя. Понимаешь? Поэтому я не знаю эти те пункты, которые перечислил тот же самый Бильдалл. Они мне кажутся справедливыми. имена Бога. Это что, вещь как бы, это вещь сторонняя? Нет. На различности имен Бога основана как бы вся доктрина, вся модель о ипостасиях, о том, как Бог появляется, Бог, который судья, ревитель, либо Бог, который как бы милосердный и так дальше. Это не случайный параметр. Знаешь, опять, я не то, чтобы я халил за библейскую критику. Я не очень понимаю тяжесть аргументов Рауша, который пытается это отбить. Понимаешь? Я не вижу в этом ничего и у людей. Мне кажется, это совершенно стандартный подход, особенно в 19 веке. В 19 веке не было, не знаю, ни Маркеса, ни Борхеса, ни современного потока сознания. Литература писалась на основании какой-то логики. Автор вышел оттуда, прошел туда-то и все. Там не было перепечения какие-то во времени, поток сознания, либо еще что-то. Ну, вся литература, ее для анализа была гораздо более простая. Какая, наверное, идея? Не знаю. Получается, что они не доросли тогда еще, литература веда 19 века, для литературного анализа Тора. Да, уже в 20 веке, когда появился Маркес и Борхес, тогда уже стало более понятных. Ну, опять, понимаешь, если Тора вот так не писал, то мне было как бы более понятно. Я честно скажу, вот мы сейчас будем это читаем, да, и дальше. Самое убедительное, самое убедительное, по-моему, это у Рава Шерти было, я просто сейчас засомневался. Это фраза Паскаля, да, который сказал, что даже если бы Бог представить, что он не существует, человек не может жить без рамки понятия о том, что есть Всевышний. Поэтому надо было бы его создать. Поэтому если бы, если бы, но я не говорю Рав Шерти, если бы сказали подход такой, нам не важно научно доказать, да, есть разные имена, да, есть перечисления, да, есть вещи, но мы не можем жить как люди, у которых ноги на земле, а голова доходит до небес. Мы не можем жить без объединяющего всех нас, а именно веры во Всевышнего, которая представлена Торой. Поэтому у нас нет, у нас нет другого выхода, кроме как понять ее смысл. Ну, не надо, что она говорит, что это наука, никакой науки здесь нет. Просто мы, как люди, пришли к выводу, что мы жить без этого не можем со всем развитием наук. Вот и все. А псевдонаука, не псевдонаука, правильный параметр он этот самый взял или нет, я не знаю. Мне они, кажется, неправильны. Мне кажется, опять, я дико извиняюсь, да, дико извиняюсь, я надеюсь, что я не буду, не буду цитировать то, что я говорю, Рав Шерти. Но его примеры с этим Мойшево из Мяшарим, понимаешь, либо Якова с Кипой, они выглядят более детскими примерами, понимаешь, доказательствами. Все. Или дальше сейчас будет такая фраза, будет написано. Каждый честно читающий текст не может не прийти к таким выводам. Ну, это доказательство. Ну, хорошо, будем читать дальше. Я бы сказал, что у меня вот эта вот вся вот эта вот глава, она у меня вызывает много, не знаю, каких называется стыгуйок. Все гораздо сложнее на этом. А, ну да, окей. Потому что, да, ну, этот ученый, он тоже жил в своем веке. Насколько, опять же, он знал евреи и насколько он был заинтересован найти правду или он просто хотел что-то опровергнуть. Мы не знаем его мотивов. Опять же, я все-таки стараюсь смотреть даже и на человека. А то, что вот сейчас очень много названий в наши времена. везде-везде названия даются. Каждому движению, каждому какому-то явлению. Вот вы говорите про науку, да, что не знаю, можно ли назвать это наукой, как вы говорите тоже, критику Торы или Библии, как сказать, да. Мне тоже странно звучит немножко, но не знаю, надо, наверное, читать дальше, что там дальше идет. Окей, ну, как бы, прочитаем еще сколько там? Ну, по-моему, это вполне логично, да, вот пристает в ту ситуацию, что идут они по пустыне, Моше пишет книгу, да, у него есть пророчества, да, слова от Бога, в которых есть конкретные указания, как приносить жертвы, да, то есть, когда он один, он должен весь народ построить, да, он занимается разными вещами, там, политикой, культом, идеологией, да, и поэтому он, конечно, пишет конкретные указания, как служить коином, да, это одно. Другое, у него есть, возможно, там, какая-то устная традиция или там какие-то, может быть, пергаменты о том, о родословии, которые он точно так же вписывает в ту свою книгу, то есть, он делает такое универсальное сочинение, да, в котором есть ряд каких-то законодательных разделов, да, есть ряд там каких-то других, да, которые, ну, написано в разных стилях, это такой стиль сочинения, да, что она сама по себе эклектичная, да, полистиличная. По-моему, это совершенно как бы нормально. Может быть, в XIX веке таких сочинений не было действительно, да, и поэтому Вильхаузен вот сделал такой, такой простой детский вывод. Мне кажется, мне кажется, если человек, который неверующий, исходя из понимания слова вера, человек считает Тору истинным. Если вот такой человек, он берет в руки, начинает читать, он очень скоро приходит к выводу, что здесь дикое количество несоответствий по автору, о котором понять не можно, он отладывает в сторону и говорит. Я не понимаю, чем евреи занимаются, мне как они читают только каждый год, тут столько нелогичности, это невозможно принять как то, что мы называем литературным произведением. Невозможно. Тогда приходят евреи и говорят, нам вообще не важно, мы свою жизнь строим по объяснениям этого текста. Мы строим, это работает, так же и наши поколения, так будем жить дальше. Вот все, вот на мой взгляд есть два подхода. Все. А когда пытаются как бы вот навести какие-то мосты, понимаешь, и доказать, что нет, 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 нет. Мы понимаем, что в глазах современного человека слово наука, это очень важно. Если я скажу, что вот у меня научные методы, вот тогда, тогда вот я их обращаю в веру. И вообще я привезу как бы сильные гипотезы, понимаешь. Поэтому сказать про своего оппонента, что у него лженаука, это очень сильно, это практически его убить. Понимаешь. Хотя мне кажется, с точки зрения человека веры, ему совершенно не важно, поэтому Ильдаузен сказал так, либо так. Ему гораздо важнее, важнее прочитать комментарий, который будет объяснять, действительно объяснять, пытаться понять, почему два истории творения, из этого выводятся большие как бы моральные выводы, правильно? Или почему разные имена Бога и так дальше. А из-за этого она выучить ничего невозможно. Можно только выучить. Да, действительно, этот текст, он сложен для понимания. Я согласен с ним. Сложен, действительно сложен. Начиная от простых вещей, почему два раза остатворение, почему Илья Зарь два раза рассказать свою историю, почему, когда Несим 12 раз повторяется, 12 раз пишется один и тот же самый кусок. Один и куски. Понять это невозможно. И это я привел как бы самые простые вещи. Этих вещей дикое количество. Как Мушемурт описывает свою собственную смерть и так дальше. А евреи говорят, нам это все не важно. Мы из этого ничего выучить не можем. А из комментариев, которые мы можем выучить, вы спрашиваете, а что вы можете выучить? Мы выучим, как жить. Все. Вот такой, по-моему, это ответ. Ну, давай читать дальше, Равшер. Да, очень хорошо сказал. По-моему, так. Для меня, для меня самого вот это такой ответ. Не нужно смешивать. Не, да, не нужно смешивать. Я не понимаю, почему Равшер этим занимается. Понимаешь, поэтому это только для того, чтобы как бы произвести впечатление на аудиторию, которую надо доказать, что оппонент, у него лженаука, и тогда это добавляет мне шансов обратить их к истинной вере. Я этого не знаю. Я согласен с вами, Натан, наверное, потому что, наверное, он обращается к большому кругу, к кругу людей. Да, потому что если только к верующим, это понятно, как бы. А вот как же зацепить других? Вот сейчас я тоже, у меня такая мысль появилась, наверное. Современный язык, он постоянно употребляет слово-наука, слово-научный метод. Вот это все для человека. Ну, я, например, неверующего слышал, о, смотри, связано с наукой что-то, что там что-то есть такое, что совершенно не слышано, не видно было, и они вот это пережили. Очень интересно, как же это связано с наукой, с научным методом. Наверное, это тоже, наверное, это так. Ну да, очень может быть, что мы не та целевая аудитория, которая обращается Равшер. Нет, очень может быть, мы испорчены, мы испорчены тем, что мы учились, мы, да, мы, в советских школах, да, люди с каким-то образованием, там, этим… Он обращается к совершенно другой публике, для которой слово-наука – это все. Люди, которые говорят, я в Бога не верю, почему? Потому что вот Фильтраутин сказал, что там четыре имени Бога, иначе, соответственно, это… А он говорит, нет. А я честно говорю, что это лженаука. Ну, после этого они начинают задумываться. Это такой, как бы, ход. Но, например, на меня, на меня это слабее действует. Я сам… Да-да. Если вспомнит Рава Кука, да, он тоже большое внимание уделяет неверью, он говорит вот про это поколение, и то, что это невера, и все это, как это, атеизм, или еще как-то сказать. Это все тоже имеет свою роль в истории. Да, но Рав Кук дальше… Вот мы сейчас… Мы не дочитаем это, насколько я помню, как бы разные мудрецы, они по-разному пытались соотнестись, то есть еврейские мудрецы нашего времени. Рав Кук, он пытался обойти и не вступить с ними, как бы, в прямую, в прямую, как бы, критику критики. Сейчас. Да, Андрей, читай на секундочку, я отвечу, хорошо? Хорошо. Да, мне кажется, Рав Шерки именно обращается к современным интеллектуалам, да, для которых наука имеет какой-то вес, да, и, в принципе, он много говорит о том, что вот такая вера, да, как вера в местечках была, да, когда как бы боялись, чтобы молодежь не ушла в институты, потому что они тогда уйдут из, уйдут из общины, да, здесь ситуация уже другая, поколение другое, которые уже вернулись из институтов, да, и они уже, то есть им нужно какое-то более глубокое объяснение, и в том числе взять вот этот научный метод, научные какие-то известные всем гипотезы, и их как-то включить в свои учения и то, что называется, извлечь из них искры. Да, вы хорошо очень изложили это все, да, я думаю, это тоже так. То есть как библейская критика может работать на нас? Ну, на самом деле есть серия уроков права Шерки по библейской критике, там есть распечатка даже на русском, по-моему, это не здесь, там он более ее подробно разбирает. Я своему другу одному послал к христианину, и он почитал, и у него был какой-то когнитивный диссонанс. Я, говорит, не понимаю, как он это делает. Он специально берет опровергающие доказательства, то есть аргументы, которые против него направлены, и выворачивает их наизнанку, и выворачивает их своими. Ну, это как Броя, ну, это как Рафброя. Ну, подожди, ну, что-то из этого следует, слегка, да, что я как бы прорвался, из этого следует. Ну, по-видимому, из этого следует, что, как Рафброя, я смею предполагану Нехам и спросить, то же самое Рафшерки, он понимает, что он не может по-простому это отбить. Он не может сказать, что это лжа наука. То есть лжа наука в том плане, что это просто отбивается вот так. Ну, это ерунда, это чушь, это детский лепет, понимаешь? Он отобратно, он говорит, хорошо, давай предположим, что там различные имена, а я тебе сейчас объясню, почему там различные имена. Вот это да. Окей. Ну, называть эти детским, а что там детского? Ну, что там детского нет, на мой взгляд. Есть-то детское. Зачем ты тогда строишь свои объяснения на этом детском лепете, который бы обещал жа наука? Ну, это как бы вообще неразумно, понимаешь? Вот это мне мешает. Придираешься. Ну, почему придираешься? Я придираюсь. Почему я придираюсь? Слова, потому что, например, когда я слушала вот эту вот, ну, вот эту часть, то, что объяснял этот, как его зовут, который написал эту книгу. Что-то типа феляузен, да. Вот. У меня возник вопрос, что это наивно он все как-то говорит. То есть я не сказала, что детский, по-детски, но у меня в голове было то, что он, ну, прям наив такой. Ну, послушай, ну, вы испорчены уже, вы испорчены в кавычках комментариями, изучением Торы. Вообще, люди религиозные, им свойственно смотреть на людей науки с высоты, понимаешь? Что, о чем вообще говорить, детский лепет, понимаешь? Мы имеем речи с божественным текстом, а вы какие-то сравнения проводите? Что за чушь вообще? Понимаешь? Поэтому хотя бы, я не знаю, там, из того, что, ну, у меня есть какой-то опыт чтения, там, литература 20 века, да, которые, допустим, авангардные, которые не входят ни в какие рамки, которые были в 19, например, веке, да, хотя бы поэтому, не потому, что там я читал комментарии Раши, мне кажется, вот это вот наивно, да. Сто процентов, но то, что сказал твой приятель, мне тоже мешает. Если это детский лепет, зачем Раф Бройер строит на этом свои, как бы, объяснения и комментарии? На детском лепете, значит, детский лепет. Значально, что-то неразумное, о чем вообще нечего принимать во внимание. Нет, тут именно смысл в том, что если это распространено, если этому верят большое количество людей, значит, в этом есть какие-то искры святости, их нужно оттуда извлечь. Да, я тоже согласен, то, что Андрей сказал сейчас, да. Да, ну, у Рафа Шерки этого нет. Смотри, да, это есть такая идея. Я дальше не читал, не знаю. Ну, да, это можем любое явление сказать, что есть вот явление такое массовое, да, в этом есть искры святости, понимаешь? Постреление к коммунизму вообще, в ней тоже искры святости, почему там миллионы людей в этом участвуют. Такая большая масса. Здесь написал Раф Кук, да. А здесь вот извлечением искры как раз Раф Бройер занимается вполне удачно, насколько я понимаю. Видимо, чтобы как раз первый этап, чтобы извлечь искры, нужно вначале отдалиться от объекта, да, и порвать с ним связи, там, назвать его детским лепетом и так далее. А потом, когда ты уже смотришь на него со стороны, ты можешь извлекать из него искры святости. А я вот здесь, я согласен с Андреем, я здесь вижу, что очень-очень круто евреи думают, потому что это хитро. Ну как, всех надо возвратить к истинному богу, но, как говорится, дорога в Рим везет через разные пути. Окей. Ну да, вот такой анекдот, жучка, здорово, мы их обманули. Ну, да, я не спорю с этим. Хотя я бы опять, это я не раз встречаюсь с этим на примере, как бы там своих родственников и так дальше. Вот. Я пытаюсь разделить, я просто говорю, забудь, давай сейчас поговорим в плоскости, в которой вот я тебе расскажу про другую плоскость. Какой смысл в том, что это шесть дней творения? Какой смысл в том, что это раз есть разные имена? Да и другие вопросы. Они говорят о том, что это пытается каким-то образом сделать такие мостики, эти понятия. На мой взгляд, на мой взгляд, это только усложняет всю картину. И снижает как бы пафос, когда ты говоришь, это другая область, совершенно другая область мышления. Лавгель, человек, который занимается йогой, буддизмом, любой другой вещь. Входя сюда, забудь то, что у тебя было до входа. Входя сюда, попадаешь в другую область. Все. Окей. Человек оставляет. И все. И он приобретает какой-то другой опыт. А потом будет сравнивать, что ему больше дал. Вильдаузинг. Либо комментарии Рава Шерки или классические комментарии. Если он увидит, что комментарии Рава Шерки, ему лучше помогают в жизни. Он правильнее, он становится лучше. Значит, он пойдет туда. Вот и все. По-моему, так. Окей. Мы мало продвигаемся. Я тихо извиняюсь на это, в основном, как бы за меня. Но поскольку, как бы, эта тематика... Я читал все время в субботу, прыгал все время, как бы, с женой пытался, сам, разговаривать и все. Поэтому я пытаюсь на вас тоже, как бы, перевести свои собственные ощущения. Мы не сильно продвинулись. Но, как бы, наши... Для чего? Мы просто читаем, разве? Мы же времена обсуждаем. Не, мы не просто. Мы сложно читаем, сто процентов. Кому мы наши задачи как раз обсуждать? Обсуждать, конечно. Да, да. Это важнее. Сто процентов. Случить друг друга. Да. Понять мести. Да, я согласен. В наше время все-таки с развитием науки и всего остального все-таки очень много слоев людей. Ну, подход нужен совсем другой, если его привлечь потихоньку, да. Я как-то это вижу в своих кругах. Я даже встречался с человеком, который пришел к Нейнох уже 14 лет назад. Он, например, почти совсем не молится даже практически. Но его очень так сильно повлекла идея справедливого общества, построения справедливого общества. И вот потихоньку-потихоньку он пришел к Юдалиму. Да, вот. Окей. Наверное. Мне кажется, самый сильный аргумент это то, что работает и то, что не работает. Окей. Вот мне кажется, это самый сильный аргумент. Ну, хорошо, ребят, мы должны заканчивать, потому что там как-то следующий урок подпирает. Да? Окей. У нас тоже. У нас тоже там подпирает. Давайте пойдем уже. Окей. Спасибо. Всем спасибо. Счастливо. В четверг. Спасибо большое. Мы продолжим наши занятия в Ёмхан-Иши в четверг. Хорошо? Окей. Все. Тогда всем счастливо. До свидания. Пока. Счастливо.